Заинтересовать туристов может традиционный фестиваль Шомби-Бан. Его впервые провели в финно-угорском этнопарке. Изюминкой праздника стал 15-минутный кадрильный флэш-моб. Наша съемочная группа увидела, что это такое. Круговая и квадратная. Усть-Вымская, Усть-Куломская, Сысовская, Карткировская. Одинаковая и такая разная кадриль стала главной изюминкой праздника. В танцевальном флэш-мобе участвовали одновременно больше ста человек. Шомби-Бан – это праздник праздников. И каждый год в основу ложится какой-то праздник. Вот в этом году мы взяли кадрильные танцы, которые бытуют в деревнях, в селах. У входа в парк гостей встречали земля, вода и солнце. Для древних коми – символы жизни. Именно традиционная народная культура является глубинным источником всего многообразия в направлении современного праздника Шомби-Бан. С залогом его будущего развития и долголетия. Как всегда много зрителей, вернее дегустаторов, собрал ставший уже популярным фестиваль финно-угорской кухни «День варенья». На этот раз здесь и не совсем финно-угорские плов и шашлыки, и традиционные комишанги, и березовый квас, и пуэм-капуста. Капуста, сваренная по древнему рецепту. Подавали ее гостям в холодном виде и с черным хлебом. Причем в качестве посуды выступал специальный деревянный лоток, которому уже несколько десятков лет. Это все сохранилось, и оно до сих пор в нем варят и пользуются. Уже дети. На сцене тем временем, сменяя друг друга, выступали творческие коллективы. А рядом вовсю шла торговля. Стуисочки всегда уходят под сахар, под соль. Хлебница была большая, моментально взяли. Корочки для обложки, для паспорта. Атмосфера на Шондыбане была действительно праздничной. Этому способствовали и погода, и концерт, и вот такие забавные персонажи. Ой, весело, очень хорошо. Хорошо, что такое проводится. Хотя бы вот раз в год, но все коллективы собираются. И встретиться с другими такими же коллективами, с людьми творческими, очень интересно. Общаться хоть раз в год, увидеть таких же, как мы. Кстати, ни пробок, ни столпотворения в этнопарке не наблюдалось. И, возможно, именно в селе Иб Шондыбан получит постоянную прописку.